Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас с тобой продолжение кукинг-симулятора. И пишут мне, что у нас сегодня томатный суп будет блюдом дня, следовательно, мы с тобой будем сейчас делать заготовочку под томатный суп. Собственно, а, кстати, у меня есть же какая-то часть его, да? Верно же, говорю, нет? Вот что-то из этого томатный суп, но вот это вот гаспачо, значит, вот это вот, нет, вот это вот томатный суп. И его здесь аж почти на две порции, то есть на одну целую и какую-то хренсотую. Давай вот этот вот бульон для утки оставим вот здесь где-нибудь. Возьмем большую кастрюлю, нальем воды и будем заниматься томатным супом, то бишь его попросят не раз, следовательно, нужно его сделать да побольше. Томатный суп. Куринов бульона 700 мл просят, соли 12, черного 12, молотого, а, и каенского 6. Семьсот бульона, соль 12, черный 12. Договорились. Где у меня, блин, 700 же нужно, прям чуть-чуть не хватит, представляешь? Хотел воды налить, но что за жизнь? Хотел воды в суп налить, оказывается он там из куриного бульона. Так, ну эту бутылку полностью выливаю, здесь даже не обсуждается. Все верно. Закрываю, точнее выкидываю. Никаких у меня остатков здесь нет, куриного бульона, видимо нет. Придется покупать. Это у нас в жидкостях, куриный бульон. Куриный бульон покупаю. И остается налить всего ничего. 35, 36. Идеально. Как по мне, так идеально. А, и сюда нужны соли. Соли, перца и каенского. Правильно? Соли 12. А, черного перца 12. И каенского 6. Это хлопья чили, это не то. Каенский. 6 грамм. И теперь сюда нужно, по-моему, 6 помидоров, да? 6 же помидоров или нет? Помидор, 906, 960 и репчатого 120. 960, 120, 960, 120. Ну, пойдем нальем, насыпем. 960, 960. 960, так, 120, 240, 360, 480, 600, 720, 840, 960. Репчатого 100... Погоди, репчатого лука, да? Нужно ведь 120. На всякий случай еще раз посмотрю, потому что хуже не будет от этого точно. Все это дело варить 60 секунд, потом измельчить и добавить сметаны. 120. 120, потом 60 секунд. 120 лука репчатого. 120 репчатого. Ой, тихо, отойди подальше. 120 репчатого лука. И пойдем варить 60 секунд. Угу. Поставить. И варить. У меня аж целых 3 минуты есть. Так что за это время я успею сделать многое. Многое. Кстати, если ты не подписался до сих пор на канал, обязательно это сделай. И подпишись на паблик ВКонтакте, который указан в описании к видео. И поставь лайк. Прокомментируй обязательно сейчас. Что-нибудь напиши. Там как дела? Сегодня как день прошел? Еще что-нибудь такое. Возможно, очень важное. Может быть, что-то интересного произошло у тебя в жизни. И смотри дальше. А то мало ли ты до конца не досмотришь. А тут таких важных дел сколько. 150 сметаны. Сметанка есть у меня? Нет. 150. Ну да, есть. У меня сметаны достаточно. Эх, суп супец. Ну, хочу заметить, у меня теперь суп-то вагон. У меня очень много супа. Куда его девать теперь? Звенелку нужно выключить. Суп надо выключить. Взять блендер. Измельчить. Все максимально хорошо, чтобы не было комочков. Вытащить блендер. Положить его. И налить туда 150 сметаны. В этом нет ничего сложного. Это в помойку. Это в руки. И сюда полтишок. Ха-ра-шо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это вижу. Так, а это что такое? Мед. Мед это важная вещь. Ладно, нам делать больше нечего, поэтому пропускаем подготовительную фазу. Суп готов. Может быть, первым он и будет? Тыквенный суп на скорую руку. Ну, тыквенный суп у меня есть. Вот он он, видимо. Ха, может и нет. Опа. Это моя любимая штука. Свинина на касси с запеченным картофелем. Правильно я говорю? Правильно. Беру. 5 грамм черного. 5 грамм соли. 4. И 6 тимьяна. 4. Тимьяна. 6. И черного перца. 4. Супец, может быть, уже готов? Как ты считаешь? Я думаю, что да. Я думаю, пора его отдать. Тихо. Зачем ты фризишь-то? Ну, что случилось с тобой? Тиек. Не-не-не-не-не-не. Вот это надо. Большую повареху. Большой поварехой грибу. Супец. Наливаю. Я думаю, что я не прогадал. Это именно то, что нужно. Ну, потому что мало ли, что я могу налить. Не того. Беру суп и пошел. Ничем его украшать не надо? Нет. Ничем не нужно украшать. Даже... Даже жалоб нет. Смотри-ка. Да. Все идеально. Свинина на кости. О, это моя нелюбимая хрень. Так, ну, грудка-то есть? Есть. По-моему, да. По-моему, было что-то. Утиная грудка есть или нет? Я говорю. Есть маленький кусочек и есть вот этот вот кусочек. А сколько должно быть кусочков-то утиной грудки? 140. А у меня сколько? 140 должно быть в утиной грудке. А у меня сколько? 48 и 169. Отлично. Отлично. Мне хватит. Поэтому переживать не стоит. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Берем, значит... Берем, значит... Берем, значит... С подсолнечным маслом. 30 миллилитров на сковороду. Не стесняемся. 33, так 33. Ничего страшного. Подумаешь, подумаешь. Ну... Пожирнее будет. И по 90... По 90 секунд с каждой стороны. Хорошо, договорились. Так, 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 так. Теперь картошку. Картошку нужно порезать на крупные куски. Хочу заметить. А то я опять могу порезать в этой... В картошке фри, где... Ну, в этой хреновине в блендере. Две картофелины, 6 грамм соли. Нет, я сделаю, как мне говорили. Две картофелины. 6 грамм солений. Опа. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, жариться еще долго будет, поэтому берем нож. Где-то вот... Наверное, где-то вот... Так. И вот так. Ну, это что такое-то? Почему не порезался? Порезался. По 50? Ну, почти. Я почти... Почти попал. Это гораздо лучше, чем было раньше. Теперь... Я беру это на противень. На противень. Который, я хочу заметить, хороню-то в самом нужном месте. Не хороню. А где он у меня? Вот он он, хороший мой. Сейчас я переверну быстренько. Не кричи. Не кричи. Тебя опять на 90 секунд. И пошло-поехал. Беру противень. Беру всю картошку. И отправляю ее... Ну-ка. Поровнее распределись. Молодец. Да, бля. Извините за ругательство, но это выскочило. Так оно и должно быть. Эмоция. Эмоция. Эмоция проскользнула. Ладно. Пошел он в жопу. Со своей... Со своей картошкой. 80 секунд. 80 секунд это сколько? Это чуть больше, чем 50. Поэтому вот сейчас включаю, а потом еще завожу на 30. И... 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 Бульон из утки. Бульон из утки мы с тобой сейчас поставим греться. Не то взял-то, ну. Вот это надо было взять. Вот сюда положить. И зажечь. Выключу, хочу заметить, где-то, наверное... Когда выключать буду вот свининку. Так, 50. 50. На 30 надо поставить будет еще картошку. Что дальше я делаю? Я беру грудку куриную, утиную. Вот эту вот, которая никому не нужна. Вот здесь. Которая лежит, грустная. А у меня здесь еще вон сколько ее. Как раз... Не, вот этот кусок возьму. Мне он больше нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выключай. И суп выключай. И этот ставь. Хорошо. Теперь. Беру. Беру. Подавать горячим. Это просто значит на тарелке. Просто подавать горячим на тарелке. Это ничего сложного. Беру свининку. Ой, что-то она какая-то странная. Все в каких-то... В плесени что ли. Ну какая-то в общем она неправильная. А может быть и правда в плесени. Ну а что? Никто не застрахован. Как бы. Ну бывает. Всякое бывает. Всякое случается. Тут скидку я просто сделал на то, что я мог на коса резить по времени. Я смотрю, просто еще половина не прогрелась. Не прожарилась. Да пошел в жопу. Нормально все будет. Попробуй, пусть пожалуется только. Я ему скажу, как надо правильно жарить что. Свининные кости отдаем. Пять звезд. Неправильная техника резки, наверное, да? И неправильные... И ошибки при нагревании. Нет? Идеально. Вот когда ты думаешь, что будет все плохо, все хорошо. А когда ты думаешь, что будет все хорошо, обязательно что-нибудь найдут. Найду почему придраться. Бле... Бульон из утки. Порежьте утиную грудку. По 35 грамм, короче, нужно нарезать вот эту хреноту. По 35 грамм. Ну ты что делаешь? Как она может быть горячая? Уже сутки прошли. По 35... Подожди ты. По 35 грамм. 100... Нет, музыку мне не нужно. Так, 140 на 35. 140 на 35. Сколько будет? 4. Это значит вот так. Значит вот... Раз. Два. Три. Очень крупными кусками я нарезал. Да нет, смотри, прям идеально. Я считаю, что я идеально приготовил. Где глубокая тарелка? Мне нужна глубокая тарелка, чтобы туда насыпать этот чудесный отвар. Да... Возьмись. Раз. И два. Черная вода, блин, какая-то. Я не знаю, как это люди едят, как это люди хотят есть. Но дело мое. Дело не мое, точнее. Ой, она внутри-то не прожарилась. Нехорошо это. А можно я... Блять, можно куда-нибудь поставить, чтобы я вот эти две минуты в покое пожил? Просто я не хочу сейчас бежать и еще одно блюдо готовить. Возьми филе лосося, соль 5, черный перец 5. Хорошо. Где он тут? Филе лосося. Соль 5, черный перец 5. Соус вылить. Соль 5, черный перец 5. Да, ну, конечно. Ну, молодец. Черный пи... А, соль, 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 соль. Соль, вот она. Сейчас поторопитесь, напишут, я пойду отнесу. И теперь нужно добавить подсолнечное масло. И положить туда лосось. А сколько надо? 10? 10 миллилитров, да. Ммм, подсолнечного масла, 10 миллилитров. Мгм. И теперь по 60 секунд с каждой стороны. Отлично. И теперь берем литр... Литр картошки, хотел сказать. Мы берем литр... Литр, блин, у меня нет пустой кастрюли-то, ну. Да вот этот суп, в принципе, не нужен. Нет, вот этот. Нет, этот нужен. Тут еще на порцию. А вот тут не хватит на порцию. Поэтому его я выливаю. Ставлю. Наливаю литр. Туда 20 грамм соли. Верно же говорю, да? 20 грамм соли. И картошки две штуки. Где соль? Я соль... А вот она. 20 грамм соли, это самое главное. Вот чтобы прям солоно-солоно было. Не успею я ничего сделать, поэтому я... Вот так вот... Приготовлюсь. Угомонись. Сколько там надо было? 60 секунд. Беру. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сдавать нужно, а то сейчас сверхурочный попрут. Беру-ка... Стрюлю. Че, по вкусу не так? Лука много, слишком много... Блин, ну... Да пошел ты. И холодная смесь. Да че-то вообще все не очень хорошо было. Хотя я был уверен, что будет все здорово. Ну ладно. Вроде бы не сильно прям уже плохо. Гость доволен. Вы справились, скажем так. Да пошел ты. Тоже вот... Тоже вот такой, знаешь, с язвочкой. С язвочкой. Скажем так, вы справились. Я справился, так и скажи. 120 секунд нужно жарить. Ой, варить. Но тут будет видно. Че там, томатный суп? Томатный суп-то у нас есть. Томатного супа у нас завались, блин. Хоть жопой жуй. Эп. Подогреем, что ли. Подогреем до... До момента. Короче, когда зазвенит таймер, тогда и выключим. Вот так вот. Вот так я и решил. Думаю, что так будет правильно. Ну да, наверное, да. А он выкипает, интересно? 401 миллилитр. Да не, вроде не выкипает. Хорош. Беру большую кастрюлю. Тарелку. Беру большую посуду. Беру половник. Что-то он как-то по цвету отличается немножко. Точно это тот суп, который мне нужен. Так, ну пюре это явно не то. Поэтому, наверное, это все-таки томатный. Хорошо, что здесь не нужно быть половники. Я очень рад этому. Беру большую кастрюлю. 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 Блять Зеблин, ну кто ж знал-то, ну Блять, вот зачем мне здесь вот эта вот Помойка тогда стояла, я не пойму Ведь знал же, что он не красным должен быть Этот суп-то, ну вот он, он стоит же ж, ну Ёп твою налево, сильно не ругайтесь Я не специально Беру я кастрюлю и тарелку Беру Ой-ой-ой-ой, что ж я наделал-то, что ж я наделал-то Картошку переварил Немножко совсем Пиздец, просто все по Все, все по одному месту пошло Ну что поделаешь Такая жизнь Я даже не буду смотреть эту оценку предварительно, потому что я знаю, что все плохо Картошка явно переварена Или ей хуже уже не сделаешь Типа картошка, она и в Африке картошкой, хуже ей точно не будет Ну смотри, идеально Хотя наварилась там лет 10 Окей Слава богу, хоть картошку не прогадал Поспешите с заказом Наш гость не может ждать А чё не может ждать? У него ещё времени в вагон Про гаспачо Гаспачо хорошо, что у меня есть гаспачо Давай его сдадим сразу, этот гаспачо Ну хотя бы сделаем Подготовим, чтобы Хотя я уже подготовил Подготовил бульон из утки Ну как можно было так с супом томатным пролететь, я не знаю Это просто Это просто необъяснимая эта история Я не знаю Это Пух, блин, из ряда вон выходящий Это шнит-лук 8 грамм Это 4 штуки, по-моему По-моему, это 4 штуки 8 грамм шнит-лука Раз, два, три, четыре Да, всё верно Поставлю сюда Холодным он и так будет Холодным он и так должен быть Поэтому Идём дальше к стейку лосося 5, 5, 10 Договорились Сразу сюда червончик наливаю Беру стейк лосося Кладу сюда 5 5, 5, 10 Может 4, 4 Нет, 5, 5 Да что ты Насыпайся Куда насыпал? Мимо, видимо, насыпает 5, 5 И жарим по 60 По 60 секунд С каждой стороны Картошка Можно прям в этой воде сварить Вкуснее будет Возможно Надо же было так просто Вот С томатным супом С этим Я не знаю Это прям Это прям Какая-то Какой-то заговор Какой-то заговор Я так и буду считать Это был заговор 20 грамм соли Насыпаю Куда же без соль И две картошки Да вместе Прям сдам Я даже думать не буду Типа Сдам и сдам Просто сейчас Мне надают Опять заказов А я их сделать Не буду Успевать делать И поэтому Ничего хорошего Не будет Правильно я думаю Правильно я думаю А как иначе Так Сколько у нас там Ой Выключись 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 Надо перевернуть Стейк лосося Лососёвый Лососёвый стейк Надо перевернуть Говорю же ведь Ну И Ещё На 60 секунд Поставить Опять я Я не на ту кнопку Постоянно нажимаю Поэтому 10 секунд Прибавляется Знаешь что самое интересное Вот уже стрим скоро А я ещё не записал А я ещё не записал Что за жизнь такая Суета одна сплошная Спешка и спешка Но Мы с тобой спешить Никуда не будем Мы с тобой знаем Что спешка Это очень плохо И что Она ни к чему хорошему Не приведёт Поэтому Поэтому просто не будем спешить Ну как бы это Это не так сложно делается Ну большую Эту тарелку возьму Ну почти вместе Приготовиться Смотри как хорошо Отличненько Беру стейк лосося И даже Дожидаюсь картофана Но он уже Вот-вот подходит Уже Прям-прям-прям Вот-вот-вот-вот Ну давай же Ну прям чуть-чуть же осталось Упала что ли? Нет не упала Как хорошо она разместилась На краешке Тарелки Это сюда Пять звёзд Ну и кто б сомневался Я же мастер уже в этом блюде Я это блюдо готовлю Просто на раз-два Окей Окей Гость доволен Вы справились Скажем так А вот насчёт этого Что ты скажешь? А? И томатный суп Томатный суп Сейчас просто в путь Только полетит Только в путь Сейчас он будет готов Жалобы гостей Вообще всё идеально Нет жалоб никаких Томатный суп Главное не провалить Подожгу И пусть на 30 секунд Надо ещё один томатный суп Получается ставить вот это должен до конца дойти то есть тут как ни крути а вот с этим не знаю что делать то есть а на том телевизоре чё два томатных супа понятно а здесь гаспачо томатный суп и здесь гаспачо томатный суп технологии технологии внедряют внедряют они не хотят внедряться ладно да попробуем еще разок зайти с томатным супом надеюсь это уже томатный суп просто мало ли чё просто мало ли я ошибался и теперь опять наливаю не его всякое возможно надеюсь что он будет нормальным надеюсь что он не будет холодным а то скажу сейчас опять вот он холодный мне не нравится ешь его сам ну-ка жалобы гостей ну-ка давай 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 идеально 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 еще кто бы сомневался так пойду за большой тарелка сгоняю тихо 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 беру повареху беру супец наливаю супец беру супец наливай супец беру беру тарелку ставлю тарелку сдаю супец простой украинский борщ простой украинский борщ у меня жива нет да я жива совсем нет и тут все идеально но кто бы сомневался до украинский борщ у меня кончился это грустно но придется его варить заново о это моя любимая но она подождет этот ждать не может куриного бульона литр аж целый нужен ему но шалеть куда ж тебе ну опа еще один томатный суп куда мне столько заказов то прет и прет прет и прет куриный бульон литруха целая куриного бульона нужно какой же горит так и и ищи мне литр бульон куриного я ничего не знаю сюда нужно 20 грамм соли черного перца 20 грамм соли черного перца 20 грамм шалеть куриный бульон наверняка и так соленый а он еще хочет ну хозяин барин как бы делать не моё черного перца 20 грамм черный же а то я знаю себя я могу насыпать чего-то другого идеально теперь беру я значит черный перец а черный свеклы 600 репчатого лука так но это всего по му и петрушки 80 варить и налить ладненько радуюсь что здесь не нужны уху-ху-ху-ху-ху мясо 600 грамм свеколки свекол где свеколка где а вот на 600 раз два три 4 5 это 600 репчество лук 120 морковки 70 петрушки 80 морковки 70 это одна штука по моему и петрушки это где-то здесь 80 это все дело нужно чего сделать сварить но как мне один человек сказал лучше возьми все это перемешай блендером и вари и не парься даже что она там что-то перемешанная она будет таким же но сварится в одно и то же время так что это будет уже пюрешкой которая будет вариться а то они там все по отдельности варится и получается каша и получается один сварился другой нет еще 120 секунд надо таймером засечь и пошли пошли теперь де томатный суп нет форельку нужно форельку черного перца 5 на форель тимьян и укроп кладу сразу на противень но потому что могу нет не менее не вот так тимьян укроп черный перец тимьян укроп по пятерки да по пятерки хорошо черный перец это был что это был укроп еще черного перца и тимьян на самом деле это просто на самом деле это очень просто все делается посыпали теперь это все дело на поместить в духовку и приправить хреном на 90 секунд духовку не забываем пойду за таймером еще за ним схожу таймер мне нужен утварь утварь и а в утваре таймер недо то есть таймер это совсем другое ну ладно насколько на 90 секунд ставлю тан тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан и закрываю холодильник беру суп 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 беру пойду сдам чтобы он не мельтешил перед глазами не мешал мне здесь работать надеюсь что он не остыл за это время в кастрюле то то что утка стынет вон на столе уже вторые сутки никак не остынет а суп умудрился в к вон в тарелке остыть извини ты вовремя как она зазвенела я прям не могу жалобы и жалоб нет отлично а чё чё звенит то это чё был хоть это вот это было так что-то зазвенело еще свинина на кости с печеным картофелем да погоди ты это рано еще рано так тут сушеного хрена надо еще да она по сути то борщ то борщ то уже сварился просто нужно его налить 120 и отдать а не погоди чего а 120 секунд налить его и отдать ну и хорошо беру поварёх уберу наливаю и отдаю не понравится его проблем потому что мои представления оборочи совсем иные и наверное у нас просто не сходятся вкусы есть у него на столе стоит соль за перец и пусть там выбирает чем надо туда добавить как мне написали лучше что-то хотя бы подать чтобы не было задержек этих всяких жалоба гостей я и так понимаю нет да все идеально еще кто бы сомневался я же мастер-шеф вы превзошли мои ожидания го господи не нужен был там карась это тоже переварился беру значит тарелку тарелку беру погоди его надо еще хреном сдобрить а то он не совсем вкусный получается хрен 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 где вот он хрен хрен же до хрен 5 грамм 5 грамм хрена вот теперь можно брать это и ставить на тарелку и теперь все это дело нужно вот что сделать нужно взять лимончик лимончик и порез на четыре части но наше любимое занятие в общем то где лимон а да лимон вот так вот так и видимо где-то вот возможно возможно не могу утверждать наверное где-то так ух блять как как совсем не так но 39 блядь 20 зато два куска целых ровно порезал это же хорошо блин вот это крышку сман такой огромный и петрушки на 3 штучки до положить 6 грамм 6 грамм петрушки не очень правильная техника резки у меня было но ну никто от этого не застрахован сегодня не очень хороший день просто получился поэтому порезал я не очень ровно зато все на 5 звезд как бы делал-то делал-то за малым жалобы гостей а даже все идеально или я как хорошо все получилось синина на кости это беру свинину соль 4 перец 4 гаспачо то у меня кончился кончился мать его за ногу а там нужен и хлеб и и не хлеб и еще там всякого говна сколько там всего у меня времени то мало вижу что мало ну-ка так 8 и 8 ладно гаспачо из мечи и на помидоры красный перец и уксус так ну это в целом то не чувствую ничего сложного его варить даже не нужно просто накидать накидать в миску давай здесь свинина на кости 200 грамм соль перец и тимьян соль перец и тимьян перец и тимьян да ну что ты и тимьян беру кладу на не туда совсем я положил хорошо вылить надо все блять ну ты дурак нет зато все вылил молодец блин ну а можно как нибудь там выбрать вот еще один рецепт не опять телевизор сломался 30 масла нужно и по 90 секунд подсолнечного же подсолнечного и по 90 секунд а почему она так это не ровно стоит по 90 секунд беру беру и включаю пошли гаспачо делать беру огурец хотя не погоди мне рано гаспачо делать мне нужно эту картофан пожарить там 80 секунд целых картошку на крупные куски хотя я думаю подождет гаспачо огурец 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 пойдем там лучше включим тоже тут все это надо делать огурец 320 раз два огурца готовы помидор 360 раз два три болгарский перец 480 раз два чеснок 20 раз два и хлеб 150 хлеб 150 мне вон там он валяется а там уже сухарь правда не хлеб но ну ладно хлеб хлеб то хлеб гаспачо тогда измельчите до однородной массы договорились ставлю сюда беру блендер и измельчают до однородной массы вкуснятина дальше чем мы делаем дальше мы делаем вот что оливковое масло 30 винного уксуса 30 да ладно да ну вот так вот угомонись на 90 секунд оливковое масло 30 отлично масло еще как вот отчетом надо было еще винного уксуса 30 а винный уксус у меня вот он 30 тоже 30 надо винного уксуса отлично и по 10 черного и соли черный перец и соль отлично мне кажется это мой самый любимый суп просто просто даже не знаю просто он он настолько легко готовится что просто вот прям даже ну не легче томатного конечно тут палка двух о двух концах тут варить надо это просто просто накидать в тарелку точнее в кастрюлю да повесь ты и 4 шнит лука раз два три четыре отличненько пойдем отдадим заказ гаспачо должно быть пять звезд это даже не обсуждается потому что я старался от всей души жалобы гостей никаких жалоб нет теперь здесь дерп узнает о нашем замечательном обслуживании вот бы вы всегда так хорошо готовили я когда-то плохо готовил ты чё пес картошки надо две штуки и посолить две штуки посолить по большим кускам нарезать 1 2 так не надо не надо не надо беру посолить самое главное 3 грамма соли на каждую картошку идеально и режем наверное как-то вот вот где-то так раз два как по мне так это идеальные куски прям почти по 58 ну блин ну близко уже хочу хочу заметить уже очень близко берут этот ой 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 что творишься и на 80 секунд напротив в духовку ну-ка вся разбреляйся ну спасибо сюда блять но ты дурак нет и на 80 секунд говорю же раз два три тебя чё делаем тебя просто на тарелку и в принципе тут ничего больше не нужно просто минуту ждем как бы ничего блять ничего сложного чуть эту не разбил представишь кружку чуть не разбил она мне просто почти под столом стоит ну как бы рядом тут стоит со столом я поднимал об стол ударил нож как так можно было ну но это я просто я тут как бы красивый красивый какой кто бы сомневался так пюрешку давай выльем кастрюля пустая пустую кастрюлю надо выбросить точнее выбросить а поставить его сюда и вот это тоже поставить сюда вот это по факту то бесполезная но дожди мне не 3 тазика что с томатным супом теперь видимо да не понял а почему откуда у меня столько томатного супа а это пюре это гаспачо заканчивай кричать я тороплюсь уже быстрее некуда просто быстрее некуда я так тороплюсь лепота 5 звезд 5 звезд уже скоро у нас будет с тобой 5 звезд на ну тут печеный картофель техника резко естественно я ее оттачиваю с каждым разом но плоховато получается окей последний заказ подготовки на завтра но я этого делать уже не буду потому что завтра еще будет подготовительная фаза поэтому он часто они тут тут помоечку уберу немножечко помою вот здесь вот ну-ка возьми отлично на этом я думаю закончить нужно просто вот эту уборку вот эту еще на повесить сюда так здесь все вроде в таком в относительном порядке так что давай заканчиваем покажу я чё в качаю сейчас потому что есть люди которым это интересно и я них не вправе этого в этом отказывать конечно же мы сейчас пока посмотрим что сделаем завтра ресторанный критик вот это отлично ресторанный критик это хорошо угу гошеньки 12 уровень выберите навыки я вот что вот что делаю я смотрю смотрю что жидкости дешевле продукты дешевле покупка и улучшение дешевле специи дешевле вот это вот это глупо чаевые бы неплохо неплохо было бы неплохо было бы прокачать но толку то от этого тоже немного доп время подачи блюд наверное будет очень неплохо вкачать и время остывания это будет вообще отлично начать новый день и в целом на этом мы с тобой прощаемся заканчиваем на этом нашу чудесную серию по кукинг симулятору стейк с картофелем фри это наше с тобой любимое блюдо не буду я больше включать музыку потому что больше не хочу авторских прав получать жалобы всякие спасибо большое за просмотр оставь комментарий пиши лайки увидимся с тобой в следующей серии которая выйдет не знаю наверное в понедельник все таки потому что даже не знаю когда она выйдет и увидимся с тобой в других видео всем удачи и всем пока